Всем привет, ребята! Сегодня я хочу поговорить о такой теме. У меня это такой первый вообще опыт. И до этого, если я вообще такие вещи делал, то я это делал исключительно в свою личную копилку, то есть я для себя что-то наговаривал и никуда это не выкладывал. И сегодня появилась у меня идея записать каст вообще исключительно о себе, о своих эмоциях в надежде, ну точнее смысле о том, что я, может быть, его выложу, но это для меня очень необычно и рискованно. Тем не менее, в качестве вступления я также вам хочу сказать, что есть такой товарищ, к нему можно по-разному относиться. Я уже про него говорил. То есть мне лично, например, все равно, что он там имеет какие-то педерастичные наклонности, переодевается там в женщину и так далее и тому подобное. Вы все его знаете. Это Вегабонд. Тем не менее, я разделяю в целом его точку зрения, о чем он говорит. Иногда я его послушаю достаточно интересно. Вот вы знаете, он большую часть времени, если вы видели его касты, он вообще говорит о себе, о своих эмоциях, о том, что он там чувствует и так далее. Я вот сегодня хочу поговорить об этом же и я хочу вам с вами поделиться своими мыслями на вот какую тему. Два, наверное, самых счастливых момента в моей жизни, которые я могу припомнить и которые я мог бы выделить. Эти моменты особенно примечательные. Один из них даже я покрою некоторыми такими комментариями. Начну, наверное, с первого момента. Он связан, о боже, с женщинами и стоит такого отдельного рассмотрения. Сложно просто подумать, с чего начать. Но начну я, наверное, как говорится, сначала. Девушка, о которой я буду говорить, я писал, как бы, по сути, книга моя, которую многие из вас об этом знают. Она написана, да, то есть мотиватором таким. И скроется сжигание вообще для написания этой книги. Была как бы вот эта вот дама. И у меня был раньше блог, слава богу, его как бы снесли, его больше нет. Там было очень много компромата. Ну, не компромата, всяких палевных мыслей обо мне, там, о каких-то других людях. Где я вообще много писал, очень там, выливал свои какие-то ощущения про этого человека. И я прошел разные стадии и там ненависти и так далее, когда вот все это как бы происходило. В любом случае, это был определенный урок. Я считаю, каждый человек должен через это пройти. И надо сказать, что в целом, на самом деле, как это часто бывает, в целом-то девушка была молодцом, потому что в те какие-то, ну, периоды, когда у нее просыпалось сознание, просыпалось, ну, какое-то трезвое, да, вот, восприятие мира, она мне там, даже вербально, что для девушки достаточно тяжело, трезвонила и достаточно ярко как бы говорила о том, что, чувак, ну, тебе не светит. И, ну, кроме того, как вы знаете, девушки ее воспринимают и передают огромный просто пласт информации на невербальном уровне. Так вот, конечно же, я, так как мои глаза были вот затуманены тем, о чем я вот сейчас хочу поговорить, не воспринимал эту информацию. И, как правило, такую информацию воспринимают вот те, кто находится рядом с таким вот человеком. Вот я сейчас буду говорить с каким. И потом уже, спустя какое-то время, этому человеку они расскажут, что, слушай, парень, ну, мы вот реально там со стороны видели, ну, это там, ну, явно вы не были похожи на пару, то есть, ну, там, это был кабзец, то есть, то есть, явно ерундой занимался. Вот. Но, как это часто бывает, конечно, в таком состоянии ты обычно слеп и ничего этого не видишь и не понимаешь. Кроме того, кроме того, я заранее извиняюсь за такое вступление, но я думаю, вы уже привыкли, у меня, в принципе, в костах очень много воды, поэтому слушают их только те, кто, ну, вот, так сказать, со мной уже много лет. Так вот, следующий момент связан был с тем, что, несмотря на то, что в какие-то периоды сознания, да, эта девушка вот все-таки телеграфировала о том, что, там, чувак, ну, не надо это все вот организовывать, тем не менее, я, вы знаете, я вот, особенно в последнее время, я очень не люблю обобщать женщин, вот, подводить их под одну планку, но, тем не менее, вот, я все-таки иногда приходится это делать, и я вынужден признать, что вот в общей купе есть у вот девушек такая черта, опять же, не у всех, но у многих есть такая черта, которая часто выражается такими вот умозаключениями, как «девушка никогда не уходит в никуда», ну, и там подобное. Я думаю, вот, люди, которые из вас немножко хоть и скушены опытом женщинами, это такие фразы слышали. То есть, суть таких фраз в принципе в очень, как бы, таком, ну, смысл этого, он очень прост, то есть, к сожалению, действительно, многие женщины, им, как бы, по причине, ввиду очень многих причин, и, там, социального программирования и так далее, и тому подобное, очень, все-таки для женщин это определенная важная такая веха, и очень мало женщин готовы, вот, подняться над этим, да, то есть, просветлиться до вот такой степени, чтобы не вестись на поводу, вот, у этих общественных стереотипов, какого-то социального программирования, своей собственной психологии и природы, и готовы, в целом, находиться вообще без парня, и смело заявлять, там, подругам, родителям, и вообще всему миру, как вербально, так и невербально, о том, что идите нахуй, мне, извиняюсь за мат, мне нахер не нужен никакой парень, и я вообще, там, счастлив без него и так далее. То есть, в первую очередь, не каждая женщина готова, там, себе, грубо говоря, это признать, и жить самодостаточной, счастливой жизнью, не запариваясь вообще какими-то, там, отношениями с какими-то парнями, там, и не заморачиваясь на это. То есть, все равно, вот, как вы прекрасно знаете, вот эта вот теория, так называемая, запасных аэродромов, когда, на которой, вот, в принципе, то есть, это, вот, так, хрестоматийная такая вообще ситуация, и на ней поломано очень много копьев, вот, многих отношений, вот это как раз оттуда, то есть, когда парень, там, да, вроде бы, тусит, ну, кстати, и парни себя некоторые так ведут, то есть, когда парень, вроде бы, там, тусит с девушкой, не понимает, почему такая вот мозгоебля какая-то, почему вот какой-то неадекват, вот, а на самом деле он, вот, просто такой временный вариант, там, запасной аэродром и так далее и тому подобное. То есть, вот эта вот хрестоматийная ситуация, и, я думаю, многие из нас, если не каждый, то в такой ситуации, так или иначе, в принципе, были или бывали. Вот, собственно, предыстория. Теперь немножко философии. Некоторое время назад, то есть, для тех, кто тусил, вот, в пикаперской теме, тот знает, что одно из, да, там есть несколько, так же, вот, как в нашей с вами, да, по спикаперской теме, есть тоже книги, которые надо прочитать, такие, так, база такая, да, то есть, это, там, Новоселов, например, это, там, какие-то опусы Бурхаева, то есть, ну, правда, в нашей теме больше видеокастов, чем книг, то, вот, в пикаперской теме, там больше книг, чем видеоматериалов, и таких книг эпохальных тоже в своем роде. И вот одна из таких вот, ну, точнее, не одна, а две таких базовых книги, которые рекомендуют почитать все пикаперы, так или иначе, это «Кирпичи». Ну, неплохая, кстати, книга, я хочу сказать, она имеет такое очень отдаленное отношение вообще к пикапу и вообще к отношениям, она скорее имеет отношение, извиняюсь за тавтологию, к отношению к жизни, вот так вот. И вторая, собственно, книга, это «Вейлер», это 100%, это Михаил Вейлер, и, по-моему, если не изменяет память, это у него нет таких, точнее, не буду говорить, если нет, в общем, это один из его таких небольших рассказов, не помню, это серия, не серия, очень короче, называется он «Разбиватель сердец». Познавательная вообще книженция, познавательная история, и там, ну, в общем, я не буду вам полностью раскрывать суть всей этой книженции, но смысл в том, что там подается некая такая теория, давайте буквально в двух словах, да, о том, что вот любовь в таком европейском, что ли, понимании, то есть, да, вот как она есть в том виде вот здесь, вот в России, это все-таки даже не любовь там созависимости по Брухаеву, да, это, ну, классическое вот это литературное понятие, кто-то любит, кто-то позволяет, да, то есть построено исключительно вот на этой эгоистической, ну, не эгоистической, скажем так, вот этой психологической, психологическом паттерне, что, на котором, кстати, в принципе, у многих вся жизнь построена, о том, что притягатели, ну, как вот в, помните, о чем говорят мужчины, да, то есть, когда вот они едут в машине, и опять этот, как его там, Коли, или как его зовут-то, да, или Миша, уж не помню, ну, сзади, который сидел, говорит вот, вот почему я не женюсь, и он там приводит историю с этой, с колбасой, что ли, или с вилками, когда он говорит, что вот как бы лежала у тебя там, да, в холодильнике колбаса там, да, или на кухне вилки, ну, как бы лежали и лежали, и вроде, ну, как бы нахер они не нужны, а вот раз тебе как бы и запретили там колбасу есть или вилками пользоваться, и сразу охота пойти, вот, хочется, да, хотя вот так вот, может быть, просто и не хотелось, хочется пойти на кухню и пожрать этой колбасы мне, вот Вейлер как бы рассказывает, что по большому счету вся вот и любовь к европейскому пониманию, она строится на вот этом принципе, на том, что оно, его как бы всего вот надо, и его всего как бы хочется, пока, ну, то есть обратный, да, принцип, пока оно как бы недоступно, а как только ты вот это вот все как бы получаешь, и либо человеку до конца приходится вот играть, что, в принципе, часто бывает, да, вот эту жизнь, вот эту вот такую, ну, сука стервой, короче говоря, быть, да, ну, или просто хер класть. Классическая структура любви – это когда кто-то один интересен кому-то другому, исключительно потому, что вот этот кто-то один просто чуть меньше, скажем так, его, ну, как это сказать, дает ему, что ли, да, ментально, там, морально, физически и так далее. То есть, вот, по Веллеру вся вот, в принципе, от той, как бы, отношений заключена исключительно вот в этом. И сразу хочется сказать, что был такой господин Ошо, и мне попадались даже люди, как вот, ну, скажем так, которые, в общем, доказывали, что настоящая вот любовь, настоящая любовь, она вот как раз такая, ну, безусловная. Вот, то есть, на самом деле, я вам скажу, что это распространено не только там в… То есть, не только Ошо втирал вот эти вещи, там не только это в буддизме есть, но да будет Ошо известно на том свете, что есть такое в Греции понятие, как «сагапо». То есть, это понятие, ну, по сути, переводится как «безусловная любовь». То есть, когда человек, ну, ладно, неважно, когда-никогда просто, безусловная любовь. То есть, я люблю просто потому, что я люблю, и никак иначе. То есть, без каких-либо условий. Но, надо сказать, что, возможно, это существует, но мне сложно вообще предположить, от чего это зависит, но я предполагаю, что это все-таки какие-то особенности воспитания, там, в России. Особенности какого-то, такого, скажем так… Ну, может быть, это просто модель, да, модель отношений мамы и сына, если так говорить. И как вот мама относилась к сыну, как бы так он и сын относится к, соответственно, вообще к женщине, там, к потенциальной, к своей, там, и так далее. Вот. Я думаю, что это вот чисто вот эта тема. Но, разумеется, моя чисто тогда любовь, она, и я это уже тогда понял, что она, в принципе, строится вот исключительно по этому принципу. То есть, короче, в чем вся соль у пячки? Вся соль у пячки в том, что я уже тогда где-то в глубине души понимал, что вот если бы сейчас только бы эта девушка, да, то есть вот я бы ее там добился, мы бы там стали, скорее всего, жить-поживать и добра наживать. И все бы у нас, например, было бы там чики-пуки и хорошо. Потому что, скорее всего, мне бы, то есть открылись какие-то реальные ее качества, там, и как связанные, может быть, с внешностью, с какой-то сексуальной стороной. Я сейчас не говорю минусы про какую-то конкретную девушку. Это могло бы случиться с абсолютно любой девушкой. То есть абсолютно любая девушка имеет какие-то вот особенности. Кто-то больше, кто-то меньше, да. И возможно, возможно, но на самом деле конкретно про эту девушку я знаю, что невозможно точно, но возможно, скажем так. Если бы вот открылось это, то есть у нас бы все стало хорошо, как я это называю, бурная, веселенькая, живописная горная речка превратилась бы, да, затекла бы в болотце, то моему бы взору представилась реальная ситуация, и я бы понял, что о-о-о, да не, что-то как-то не вот. И я хочу сказать, что бывали такие в жизни, вот тогда, в наши какие-то моменты, в спокойствии, когда охлаждался мой пыл, когда я понимал, что о, вроде бы вот все, там буря закончилась. А помните, у U2 есть это, классная песня, мне это очень нравилось, это такое начало. Вот, вот когда как бы не было In Your Eyes ни сторма, ни сета, ни, короче, ничего, то мне казалось, что все, заебись. А потом, в какое-то время я начинал понимать, а ты, чувак, вообще как-то вот уверен, что тебе вот это надо. Но это бывало редко, и большей частью все-таки отношения находились на каком вулкане. Так вот, теперь вторая как бы часть такой, да, предыстории, тоже, я считаю, для вас, которая может быть чем-то интересной. Которая связана как бы с тем, что на тот период, ну, у меня была просто такая не очень удачная любовь. По-моему, я писал это в своей там книге. У меня была не очень удачная любовь в школе, 18 лет, там все дела. И после этого это мне как бы достаточно нехило так припустило самооценку. И после этого у меня, ну, там были какие-то проблемы с поиском девушек, были какие-то неудачные девушки. Я очень долгое время жил в таком мире, знаете, то есть, вот, какая-то девушка есть и нормально. И, разумеется, конечно, это по большей части были девушки, ну, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, короче, которые мне не нравились. Ни внешние, может быть, они были неплохие там внутренние, но, в общем, они мне не очень нравились. И я жил в таком, знаете, мире, вот, ну, то есть, не было похер глубоко на тех девушек, с которым находился. То есть, это была вот просто такая, ну, вот так же, как, наверное, эта девушка, о которой сейчас речь со мной жила. То есть, это была такая просто заглушка временная, вот, для вот какой-то такой жизни. И это не приносило никакого удовольствия. И я хочу сказать, что я, может быть, это только мое окружение, я говорю, каста эта отличная. И я, как бы, говорю здесь исключительно за себя. Выборка сразу, говорю, нерепрезентативна абсолютно. И я вам хочу сказать, что, я вам хочу сказать, что в моей жизни большая часть друзей, которые меня окружают, она вот, в принципе, живет по такому принципу. То есть, это люди, которые, в принципе, не способны вообще любить они никогда по-настоящему. То есть, у них не было, короче говоря, вот таких, ну, как сказать, серотониновых выбросов и таких якорных зацепов вот такой вот максимальной мощности, которые заставляют, вызывают там сильнейшие привычки и заставляют там людей, не знаю, из окон бросаться, вены резать там и так далее. То есть, вообще не было даже каких-либо маломальски сильных выбросов. То есть, большая часть моих друзей, и, может быть, опять же, говорю, это просто моя выборка, и меня окружающих парней вообще любить не способно. И у них вот отношение к женщинам всегда было на уровне, ну, есть там какая-то баба, то есть, прикольно. Знаете, то есть, вот такое у них было отношение. Прикольно, вроде ничего, у нее сиськи большие, там, ой, она даже в рот берет, ой, я тут кончил ей на зубы. То есть, вот, вот все отношение к женщинам было, я сейчас не осуждаю их, я не выхваливаю себя, просто я рассказываю вот о разности вообще восприятия. И вот до определенного момента в моей жизни были тоже вот такие женщины, которые, ну, в целом, не вызывали вообще ничего. Потом у меня стали появляться, я понял, что, ну, сколько можно, ну, чувак, ну, ты что, совсем? То есть, ну, как бы, то есть, я, естественно, был глубоко несчастлив, и я понимал, что, ну, сколько можно жить вот в таком мире с девушками, с которыми тебе стыдно даже выйти просто из дома, да? И я стал что-то менять, работать над этим. У меня стали появляться, это было исключительно случайные какие-то явления, то есть, где-то на сайтах знакомых, где-то там мои какие-то клиенты по фотосессиям, стали появляться, в общем, девушки, которые, ну, были очень красивыми. Реально, это были модели, это были, ну, реально охерительные дамы. Но я почему-то тогда это как-то не очень ценил, не было вот этого ценностного переживания, не было там в отношении какой-то проблематики, и мне было откровенно с ними, ну, как-то скучно. И вот в какой-то, и я их всех как бы вот по глупости, по-моему, сливал. И вот в какой-то момент времени, да, у меня, значит, появилась, скажем так, вот такая дама, которая, она появилась, естественно, в тот момент, когда мне было это очень надо, когда я был очень заморочен над темой, чувствовал себя очень несчастным без женщины. И вот она как бы появилась, и оно сразу как бы ей было не очень надо, а мне очень. И вот поэтому все вот это вот и произошло. Но разговор не о женщине, разговор я говорил о счастье. Так вот, есть, знаете, такое, смотрите, несколько критериев получения удовольствия вот от женщины, в частности, от секса. Давайте я просто на примере секса это приведу. Вот смотрите, есть просто секс, когда, ну, вам очень надо, вот это такое, знаете, оценка ноль, или там даже, давайте, минус один. То есть, когда вам очень надо спустить баллоны, вы идете в бордель, или там на Кубуну какую-нибудь едете, и рассчитываете на какую-нибудь нормальную даму, а там попадается, ну, какой-то, значит, ну, как он называется-то, ой, кадавр, короче говоря, попадается. То есть, я думаю, кто-то из моих подписчиков точно с этим сталкивался. То есть, попадается такой вот пиздец. И вы как бы сливаете баллоны, даже вот мужиков такая фраза, чисто слить баллоны. Но никакого удовольствия от этого вы, разумеется, не ощущаете, и никакого удовольствия вы от этого не чувствуете. Соответственно, вот второй уровень, да, то есть, оценка один, оценка ноль, оценка ноль. Это когда есть, как бы, женщина, она мне нравится, ну, то есть, так, знаете, вроде, вроде ничего. И с ней такой вот, ну, какой-то средний такой секс, то есть, просто вот вставили, ха-ха-ха-ха, кончили, все. Значит, следующий такой, да, левел, это когда, ну, оценка один, когда девушка опять же такая вот, ну, такая, то есть, ну, то есть, вы бы не назвали ее красивой. Ну, то есть, ну, как бы, блевоту не вызывает, да, то есть, не первый вариант, но, там, и не мечта поэта. Но с ней, вот она какая-то там в постели, ничего, например, да, то есть, вот, это, как бы, оценка один. Оценка два, то есть, это когда, ну, условно говоря, девушка, там, мечта поэта, просто вообще, там, офигеть, но секс с ней либо никакой, либо на четверку. Значит, оценка три, то есть, это когда девушка зачет, и когда, да, у нас получается какая-то четырехбальная шкала, да, это когда девушка реально зачет, просто вот, офигеть, и при этом она, то есть, еще и, так скажем, секс классный, да, то есть, вот, супер, ну, там, не знаю, сошлось, или она какая-то там старается, фантазерка. И вот оценка четыре, это когда девушка вам зашла, ну, причем, кстати, в моем случае я не могу назвать эту девушку прям, знаете, объективно красивой, да, вот, то есть, для меня, опять же, то есть, она для кого-то, она может красивой, я не пытаюсь ее оскорбить, просто для меня на тот момент она, ну, как бы была ее внешность спорной, было к чему придраться, но на самом деле я вам хочу сказать, что вот эти вот все, знаете, такие идеально красивые женщины, вот, вот, у которых все идеально, идеальное тело, идеальные сиськи, блядь, ребята, вот, не знаю, это настолько скучно, но у меня, честно говоря, я, может, какой-то там больной, как бы, но у меня, наверное, даже на это не встает, хотя у меня были такие женщины, но это вот для меня лично это скучно, то есть, мне всегда нравилось, когда что-то вот, какое-то есть у девушки, вот, что-то нестандартное, какое-то отклонение там во внешности, да, вот, не до состояния уродства, а вот чуть-чуть что-то не так, ну, не знаю, там, какой-нибудь, там, сосок какой-нибудь отклонен, там, вот, не тем градусом, там, ну, не знаю, что-то вот, надо, чтобы она была немножко необычная какая-то. Так вот, значит, возвращаясь к нашей метрике, да, то есть, когда девушка, вот, например, либо красивая, либо вот такая, секс, значит, секс, это, знаете как, вот то состояние, когда даже вы не девушку видите у вас встает, а когда вы идете в метро и видите просто случайно похожую на нее девушку, и сразу рождаются вообще дико сексуальные мысли, у вас просто дикий стояк, то есть вот представляете, да, степень сексуальности девушки вот такая, то есть, ну, просто вот настолько зашло, настолько она соответствует каким-то вашим сексуальным иллюзиям, настолько с ней хочется там экспериментировать, что-то пробовать, настолько она вот лично вам кажется офигенной, что вот это не сравнить просто ни с чем, и при этом, теперь внимание, самый важный пункт, вы ее еще и любите, и вот я против вообще вот этой любви, да, в принципе, любой, сейчас я наигрался, и я умею получать удовольствие, в принципе, от общения с женщиной вот без вот этих вот шальных эмоций, но я считаю, что один раз в жизни это попробовать нужно, так вот, я не знаю, как живут вот эти вот все мои друзья, на самом деле я считаю, что они не попробовали главного, потому что это такой, знаете, короче, это вот круче всякого наркотика, то есть, это такое реально вот прям, ну, прям просто, да, эндорфиновый просто такой, такая наркомания, потому что, и разумеется, как и после любого наркотика, от нее есть отходняк, то есть, когда вот эти все пункты совпали, и там, секс у вас на высоте, и при этом вы ее еще любите, то есть, вот, заниматься любовью с женщиной, вот, который вот так вот в таком состоянии, до которого у вас еще чувства есть, это просто, ну, отрыв башки реально, то есть, это так башню срывает, парни, это такой кайф вообще, и, разумеется, вот, большинство живет вот в режиме вот то, что у нас было по пунктам 1, вот, большинство, масса, вот, практически все мои друзья, они живут вот в таком режиме, хотя они могут на, так сказать, там, как говорится, за глаза, да, на публике говорить, что, да, у меня красивая жена, на самом деле у них и секса там уже месяцами нет, и, там, не знаю, вместе они никуда не ходят, да и видно, что, как бы, она их там уже не заводит так. Вот, и, значит, то есть, большинство живет вот в этом вот режиме, и, разумеется, в сравнении с пунктом, вот, последним, это просто, и да, вот, наверное, первый такой момент, когда я был реально счастлив в своей жизни, это, вот, как вы знаете, как бы я, на, была у меня такая последняя длительная поездка на Кубу, я там уже пробыл месяц, вот, и была, вот, жизнь мне подарила неделю такого счастья, когда какой-то дикий пляж, очень далеко от цивилизации, никого нету, мы вдвоем, там, не знаю, в России декабрь, и от этого тебе еще приятнее, люди там мерзнут, работают на своих долбанных работах, и, вот, это, это очень круто, это вообще офигительные просто, вот, эмоции, ощущения, и это просто, просто отрыв башки, это очень классно, и ты с человеком, вот, да, тебе кажется на секунду, что все, все нормализовалось, у вас все получится, все классно, ты сам пытаешься в это там себя убеждать, да, даже этот человек тебе нагло врет, говорит, что он тебя любит, и это очень классно, и, в принципе, я благодарен жизни за эти моменты, на самом деле, я хочу сказать, что потом я смог поменять, да, чтобы вот не было обидно, да, что это вот было, так, кому-то, кто сейчас слушает, может быть, что это была у меня такая в жизни одна какая-то баба, там, которая мне там не дала, она, но подергала, и я вот там, значит, типа, понаслаждался неделей эмоций, она мне кинула, а я потом там полжизни страдаю, ну, я действительно страдал, я не буду отрицать, но на самом деле я сделал из этого правильные выводы, и смог вот без этих шальных эмоций найти женщину реально красивую, с еще более, как бы, вот, совпадением по сексуальности, и без вот этой мозгоебли, абсолютно правильную, как говорит новоселов, самку выжака, с которой все вообще прям просто, ну, вот, заебок, короче говоря, и без вот этой вот всей херни, поэтому, в принципе, спасибо всем тем остальным там дамам, которые у меня были, но суть не в этом, суть вот в том, что, да, вот это было первое, наверное, счастье, но это, на самом деле, не то счастье, потому что я хочу рассказать вот про второе счастье, которое было в моей жизни, и вот оно было еще более мощным. Друзья, ну, и, собственно, про второе счастье, оно, рассказ будет короче, но я постараюсь тоже какие-то мысли свои озвучить вот про это второе счастье. В общем, второе счастье в моей жизни, оно обязано сразу нескольким событиям, которые вместе совпали, и вот я сейчас об этом размышляю. Понимаю, что вот, наверное, все-таки, может быть, счастье-то не в яхтах, там, айфонах, крутых премиальных тачках и так далее, а может быть, вам стоит как бы идти к вот этому больше, потому что сидеть на какой-то там работе, где тебя и вузу, в Коста в Грибл, где тебя задолбали ради того, что ты смог себе купить там в кредит Порш Каен, за который ты будешь полжизни платить. Это не то счастье, чем когда, да, у тебя нет Порш Каена, ты ездишь там на Ладе Гранди или вообще там на кардшеринге, или ни на чем не едешь, но ты полностью свободен, и ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься каждый день. И это, потому что любой этот Каен, он, как бы, заебет рано или поздно, так же, как там все в жизни заебывается. Так вот, значит, в чем было, наверное, второе, и в отличие от того счастья первого, которое вот я рассказал с девушкой, который длился неделю, а потом кончила с отходником мощнейшим, когда эта девушка меня там кинула, то есть, и вот второе счастье длилось очень долго, и никакого отходника не было, и оно дало мне, скажем так, больше знаний в жизни и больше понимания, куда надо идти. В общем, короче, в моей жизни совпало так несколько моментов. Во-первых, я, значит, не работал, я, как вы знаете, ушел несколько лет назад из офиса и работал на себя, и для меня был вопрос, могу я продержаться или нет. И настал момент, когда я там не просто смог продержаться, а как-то так, в общем, совпало там по настроениям клиентов, потребностей вот в обществе на такие услуги. Может быть, как-то там на тот момент Яндекс там с Гуглом как-то рекламу мою там, потому что я тогда в Директе не рекламировался, как-то рекламу там мою грамотно подбросил там в SEO, то есть она там была в топе. Может быть, не знаю, то есть просто как-то там транссерфинг помог. Короче говоря, как-то вот так вот повезло, что, во-первых, первое, что меня осчастливило, что я полгода не работал в офисе, и в итоге я понял, что я зарабатывал больше, чем в офисе. И то есть вот ощущение, что ты не лох, что ты можешь, не ища какую-то работу, да, не работая на Васю, заработать деньги нормальные для существования одного человека, и при этом не напрягаясь вообще. Это дает такие вот просто козыри в руки, то есть ты чувствуешь себя настолько сильным. Это очень круто. При этом ты можешь, захотел какого-то клиента нахуй послал, захотел там не послал, то есть вот это реально офигительно. Вот. Да, ты не можешь себе купить сходу там Porsche Cayenne, да и чихпы бы с ним, с этим Porsche Cayenne. Второй момент, ну, в общем, надеюсь, я не обижу никого, но ладно, скажу честно. В общем-то, парни, второй момент связан был с тем, что я, то есть вот период счастья, в общем, связан был с тем, что я, короче, развелся. И это было тоже охуенно. Второй момент. Третий момент был связан с тем, что тот вот год, о котором я буду говорить, так получилось в Москве, выпал реально очень жарко, лето очень приятное, с нужным количеством дождей, а я просто очень люблю такую погоду, очень люблю, когда жарко, там, душно, когда постоянно, вот как в этом году было, в 2018-м, когда много солнца, и это просто вообще, это просто офигительно было. И просто вот находиться все дни на улице, даже вот в долбанной Москве, в долбанной Москве, это просто вот была, ну, какая-то, не знаю, сказка. То есть я работал в основном либо на улице, либо в каких-то кафешках там, ну, это было просто офигительно. Третий момент был связан с тем, что я практически все это время, помните, у Бурхаева есть такой карт, когда он ходит в парке, тоже записывает на телефон, там какая-то чудная его попоболь про девушку-мозгоебку. И там он говорит такую фразу, которого для меня стал эпохальник. Гуляю в парке, какие-то люди, а, типа там, несчастные люди пиздуют на работу. Вот эта вот фраза, пиздует на работу, знаете, вот она прям все вот для меня лично говорит. Вот мне кажется, в ней вот все эмоции вообще заложены, и вся философия по этому вопросу, да, и он там говорит, как охуенно, что тебе никуда не надо идти. Вот как охуенно, что тебе с утра никуда не надо идти и ни на какую, блядь, работу. Нужно встать спокойно, сделать зарядку, сходить в душик, тебе не надо спешить, спокойно сесть и заниматься своими делами. Это просто охерительно. Потом в тот момент, ну да, то есть вот, наверное, да, здесь поставлю запятую. Вот этот момент был. Следующий момент был в том, что тогда еще в моей жизни было очень много спорта. То есть я постоянно, я делал какую-то работу, потом там днем я ходил, там бегал, качался, вечером ходил на какие-то танцы, я много гулял, и вот эта активность, она тоже делала меня счастливым. Следующий момент заключался в том, что на тот момент я заработал просто, ну рекордный бабище, столько я ни на какой работе, ни в бизнесе, никогда столько денег не поднимал, никогда не поднимался от этой шкалы. То есть только за один месяц мая поднял порядка там, ну сейчас уже можно говорить, как бы я думаю, ничего секретного в этом нет. За один месяц мая я просто на школьниках тупо поднял там 300 штук. И это был на самом деле, ну то есть ощущение, теперь да, вот все это соедините в одно, охуенное лето, развод, да, то есть тебя ничего не сдерживает, ты свободен полностью. Ощущение того, что впереди целое лето. Ты работаешь на себя, у тебя дохуище, ну на самом деле для меня это сумма большая, я могу честно сказать, хотя я знаю, в моем кругу есть друзья, для которых это как 3 копейки, потому что они там на отдых тратят полтора миллиона, там 4 раза в год, по полтора миллион. Но тем не менее, для меня на тот период, что я как бы уже настроился, я работал один, то есть я там не тратил деньги, да, то есть на какие-то поездки, там крутые дорогие покупки, то есть я работал как бы на себя, и вот у меня не было женщины, мне не надо было никуда спускать бабули, поэтому для меня эта сумма была очень большая, скажем так. То есть да, это была большая сумма. Дальше, следующий момент, лето, я сказал, теплое, да, и вот самое главное, наверное, такое ощущение вот от того лета, это тоже, это знаете, вот этот момент, когда, пацаны, я не, знаете, я не смогу здесь не сматериться, блядь, это так, сука, охуенно, просто, когда ты проснулся, ты там поделал какую-то работу, ты там приятную тебе, да, пусть и рутинную, ты там, не знаю, у тебя дохуя денег, ты на улице жара, солнце, тепло, 30 градусов, просто охерительно, ты там, не знаю, побегал, сходил, а потом там время, час дня, все суки, сука, сидят в этих сраных офисах, хуярят, а ты пошел в парк, возле реки, который только что там, господин Собянин, довел до уровня каких-нибудь, там, не знаю, пятизвездочного отеля, сел в шезлонг бесплатный, возле речки, в тенечке, с нутом, там, взял с собой чаек, там, не знаю, или может быть даже какой-то бухлишко, в общем, ты сидишь спокойно, или кальянчик, ты сидишь спокойно, там, покуриваешь кальянчик, или сигарку, а не как, блядь, в каком-то сраном, сука, офисе, и ты, реально, ты сидишь на этом, там, в этом шезлонге, ну, это, знаете, это такой лайфстайл, короче, это классно, знаешь, что ты зависишь только от себя, тебя, ну, тебе похуй на все, никто тобой не управляет, никакая система, никакая контора, и впереди там целая жизнь, да, потом, к сожалению, я выбрал, немножко другую среду, вы знаете, я вписался в этот дом, там, пришлось, так сказать, устроиться на работу, немножко поработать, подзабить на бизнес, к тому же, я вот из-за года сидения дома, скажем так, я немножко заебался сидеть дома, ни с кем не общаться, захотелось немножко посидеть в офисе, но это тоже, это, скажем так, этим быстро потом наедаешься, и это быстро кончается, вот это вот желание, сидеть в офисе, вот я уже наелся, меня часто спрашивают, Антон, там, коробка дома, это там, типа, 30% от всего остального дома, все остальные траты тебя ждут потом, а я и не говорил на самом деле, что я собираюсь какие-то делать отделки там и так далее, цель какая была, довести хотя бы одно дело своей жизни до конца, поставить точку, коробка есть, крыша есть, окна есть, точка поставлена, все, остальное можно делать потом, когда, по ходу жизни, скажем так, до старости, никуда не спешить, поэтому я на самом деле планирую, вот, мои такие планы, в следующем году закончить коробку, очень, вот, постараюсь приложить к этому все усилия, поставить на этом точку, годика на три, скопить баблица, закончить со своей супер крутой офисной работой, высокооплачиваемой, супер крутой конторе, послать нахуй всех, показать большой-большой жирный факт, короче говоря, и свалить куда-нибудь, знаете, либо заниматься своими проектами спокойно дома, там, не знаю, либо свалить куда-нибудь там на юга, и заниматься там, путешествовать, то есть вот как-то так, на самом-то деле, хочется, потому что, конечно, всю жизнь пахать там на этот дом, ну, это бессмысленно как-то, на мой взгляд, мое такое мнение, так вот, и на самом деле, вот, да, я, конечно же, забыл еще добавить такой, важный такой, как бы, момент, который тоже был тогда, в те времена, я уже про него обмолился, обмолился, то, что, да, у меня тогда еще в тот момент появилась женщина, наконец-то, то есть я все-таки смог правильно выстроить какие-то радиоволны в своей голове, которая вот была вот той женщиной, которую я, в принципе, хотел, то есть в плане там и секса, и отношения к мужчине, да, и вообще во всех планах и внешности, в общем, всего-всего, то есть это вот была та самая, как бы, дама, которая в целом вот мне нужна, то есть я, наконец, поставил в этом для себя большую жирную точку, и это, конечно, тоже добавляло вот кайфа в, на тот период, ну, тоже такой момент, вот, было, наверное, два таких прям жирных-жирных кайфа в моей жизни, которые, ну, делали меня тогда счастливым и, ну, там, жили радостной жизнью, и еще раз повторю, что вот, вот, опять же, может быть, для кого-то это не так, то есть я вот, например, никогда, блядь, я не мог понять вот этих вот людей, которые, знаете, охуевают от работы на какую-то вот корпорацию, то есть, ну, блядь, ну, это же чужой бизнес, это же чужая контора, ну, которая, там, не знаю, ну, она никогда не будет твоим, ну, станешь ты максимум, там, каким-то говноначальником в этой конторе, понимаете, то есть, ну, бегаться, да, по этой теме, нет, вот, все равно есть люди, которые, для меня они вообще какие-то непонятные, которые в субботу любят приехать там поработать, остаться попозже, то есть, ну, мне кажется, это вот какие-то тупые люди, хотя они что-то в жизни добиваются, но ментально, духовно, они абсолютно, у них, может быть, даже есть крутые тачки, но они абсолютно пустые, вот, это люди абсолютно несвободные, вот, в духовном плане, понимаете, то есть, вот, как-то, наверное, так вот, мне кажется. Я никогда таких товарищей не понимал, я еще раз повторю, что вот, вот это было реально офигенно, то есть, тотальная, полная свобода, полная свобода в жизни. Вот ощущение, что ты полностью контролируешь свою жизнь, что тебе ничего не надо, тебе противоречиво. Да, то есть, я люблю пробовать, то есть, вот, грубо говоря, я что-то, например, делаю, и раз у меня появляется какая-то потребность в чем-то другом, или мне что-то заебывает, то есть, я не могу долго делать одну и ту же херню. Да, тогда в этом случае я могу, например, все бросить, даже какую-то вещь, которая, казалось бы, там, очень кайфовая, оставить, позаниматься какой-нибудь херней, начать всех убеждать, что вот эта херня, это правильная херня. То есть, я просто сразу предвижу, что сейчас люди начнут говорить, что, блядь, Антон, ты же нам месяц назад говорил, что, там, типа, бизнес, это все хуйня. Вот, ребят, значит, я еще раз говорю, что у меня, в принципе, структура такая жизни, что меня заебывает очень долгое время, я уже это понял за свои, вот, там, практически 40 лет жизни, меня заебывает очень долгое время делать одну и ту же херь в жизни. Ну, не могу я. То есть, вот, какая бы она ни была прекрасная, ну, заебывает меня. То есть, мне надо менять профессии, там, образ жизни, там, не знаю, еще что-то. Я не могу, ну, я даже, вот, грубо говоря, дай мне сейчас 4 миллиона, там, яхту с полностью, там, с оплаченным содержанием и сказать, там, плыви, блядь, куда хочешь, да, с командой. Да, я поплаваю, поезжу по каким-то странам месяц, два, может, даже полгода, может быть, даже год. Меня заебет. И я, там, скажу через год, что, бля, я хочу, там, жену, детей, работу, офис. Я посижу, там, 2-3 месяца, там, в этой херне, скажу, блядь, заебало нахер, 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 верните мне мою яхту. То есть, поэтому, если вот вы хотите на меня тут ориентироваться, да, потому что я знаю, некоторые пытаются зачем-то, говорите, живите, блядь, своей жизнью. Не надо меня слушать, то, что я говорю. Я рассказываю, в принципе, о своей, о своем житии. Это моя ответственность, моя, как бы, как там у Арии, помните? Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней. Что-то там. И не виню, ни черта, ни бога. За все платить придется мне. Это Кипелов поет. Поэтому вот так вот. Вот это мой образ жизни. Поэтому не надо, как бы, смотреть на это, говорить, блядь, Антон, ты 2 месяца назад говорил обратное. Да, говорил. Но у меня, в принципе, вот такой вот образ жизни. Я что-то делаю, меня заебывает, я делаю что-то другое. Но вот ты все равно рассказываешь, что если вот подытоживать, констатировать то, что вот... Короче, вот в чем. Я понял, в чем суть солью пячки. То есть, смотрите, солнце, да, то есть солнце, оно тепло вообще, да, оно пизда-то вот воспринимается, только когда вы, ну, хорошенько, блядь, замерзнете. То есть, вот люди, почему многие люди, когда уезжают отдыхать, ну, жить куда-то там на Балино какой-нибудь, они потом заморачиваются, что типа, блядь, вот, хочется весны, вот этого перехода на момент. Потому что вот кайф именно в жизни, да, радость чувствуется, когда вот здесь, когда есть там несколько месяцев ебанутой этой зимы, а потом херакси лето. Да, то есть, тот же, как вот, чтобы увидеть радугу, надо пережить дождь. То есть, есть там, день есть только потому, что есть ночь. То есть, именно в контрасте вся вот радость жизни, понимаете, именно в этом. Если этого не будет, если все будет вот так вот приторно, одно сплошное счастье, это заебет. Вот моя такая мысля. Ладно, больше, наверное, нечего мне тут сказать. До новых встреч, пока.